всем здрасте у нас сегодня продолжается разговор по разработку на питончике и у нас как обычно тема такого объема что если бы у нас был тут технику мы бы посвятили этой теме семестр методологии тестирования вот это все инструментарии всевозможные но поскольку у нас не семестр и поскольку у нас смысле не семестр у нас не техникум и поскольку у нас мы собираемся впихнуть в один семестр курса в общем более или менее все что нужно для разработки полноценного приложения то вместо методологии тестирования немыслимых размеров мы поговорим только про самое начало этого безобразия вот ну и познакомимся с там полутора инструментами потому что все остальное большому счету это то же самое только гиперусложнен тем не менее даже несмотря на это я когда составлял план сегодняшней лекции и вы можете обнаружить что это копипаста про план прошлогодние лекции которую я хотел почистить и улучшить а вместо этого вместо этого добавил туда еще инфы мне кажется что мы в этот плане не уместимся сегодня ну посмотрим вот тестирование это очень ну если можно так применительно к программным продуктам вообще сказать очень древняя отрасль разработки вот появилась она почти сразу с необходимостью что-то программировать причем даже в железе еще до собственно эпохи программирования как такового потому что у вас есть задача чтобы ваше решение какого бы ни было программно-аппаратный неважно какое-то работало во всех возможных ситуациях штатных вот а перечислить все возможные штатные ситуации невозможно потому что их актуально бесконечное число и вот за счет из этого из этой проблемы что нельзя заставить программу решать абсолютно все задачи которые на потенциально потенциально может решить потому что таких задач актуально бесконечно много и возникла вся вот идея тестирования вот вот есть целый сайт с в домене который об этом толкует он достаточно актуальный если кому-то прям интересно много теории можно туда пойти значит что касаемо тестирования сейчас немножко бла-бла что касаемо тестирования в жизненном цикле программного продукта то есть несколько несколько уровней тщательности этого самого тестирования значит смотрите уровни тестирования которые мы можем себе позволить розница от самого безалаберного когда тот факт что программа вообще скомпилировать или там если это питончик вы просто собрали некоторое колесо она вставится давайте добавим туда слово устанавливается да то это значит работает но у меня же работало этот безалаберный уровень вообще говоря конечно неприемлем ни в каком случае вот но в некоторых средах и в некоторых дисциплинах разработки собственно сборка и установка это достаточно серьезные этапы тестирования как это ни странно вот но тем не менее конечно же этого недостаточно следующее следующий уровень тщательности это когда программист все еще не заморачивается тестированием программист все еще опинает вала а значит условное тестирование такое ну тестирование она состоит в том что мы в каким-то анализатором кода на автомате жуем исходники и какими-то тестами тестерами это тыкается по тест плану то есть не мы тестируем программные продукты вот истер какие другие люди вот дальше значит мы переходим к еще более аккуратному тестированию это проверка работоспособности всех программных компонентов нашего инструмента собственно нашего продукта собственно то что называется юнит тестирования о котором мы сегодня будем говорить то есть вот пишется кусочек какая-то функция или какой-то метод к него пишется тест дальше больше мы можем измерять тестовое покрытие то есть мы можем смотреть а как вообще работает а если у нас тесты которые протестировали вот этот конкретный кусок нашего исходного текста то есть устроены ли текста теста таким образом что любая строчка программы хотя бы раз в тестах участвует вот но и и это еще не предел потому что есть такая штука как экзекьюшен паста есть но у вас есть ветвление в программе да и в каком-то недостижимом идеале хотелось бы проверить как вариант когда программа пошла значит поветвелье влево потом вправо так вариант когда сначала пошла вправо вот даже если в результате там есть некоторый общий код потому что понятное дело что если вы пошли поветвлению то те данные которые эти ветвления подготовят к дальнейшей работе программы могут сильно отличаться оказаться оказаться какими-то маргинальными ну и так дальше то есть не только каждая строчка кода должна быть покрыта тестами но и каждый траектория вычисления возможное должно быть тоже покрыта тест вот звучит немножко звучит немножко аверкилом но значит я видел дисциплины в которых люди реально заморачиваться чтобы покрыть каждый экзекьюшен пас особенно в случае если требуется очень-очень надежный инструмент вот еще один вид разделения на ручное автоматическое и нечто средне автоматизированное ну ручное тестирование когда мы все руками вводим автоматическое это когда мы запускаем как это когда она сама возникает в нужный момент времени вот автоматизированное это означает что мы запускаем какой-то сценарий или какой-то движок по тестированию и он автоматически на основании некоторых данных тестированием занимается но сами эти данные подготовлюсь вручную до речь идет о том чтобы не запускать программы глазками не сверять его что такое какой скрипт запустить но тестовые данные обычно подговорит подготовиться вручную вот значит более важная тема это виды тестирования вот если их по уровням ну то есть опять же можно сходить вот сюда вот на википедию википедии там куча всего написано вот ну в общем если такой вариант да значит если внимательно посмотреть на классификацию тестирования вы увидите такую классификацию классификацию напоминающую у кого там была китайская классификация животных борхеса внезапно пролившие молоко принадлежащие императору только что сидевшие на этом месте вот примерно такая же классификации здесь просто разные методики свалены в кучу и так дальше но если разделять по уровням то самый нижний уровень это юнит тест то есть у вас есть некоторые компоненты классы функции неважно что у которых есть собственные спецификации поведения сообразно этой спецификации вы приписываете к ним тестирующие функции интеграционное тестирование когда у вас есть компоненты которые большие которые взаимодействуют между собой особенно ежели это скажем backend frontend и middleware ну к чем-нибудь такое до которые должны друг с другом общаться вопрос в том как в результате этого общения они вообще правильно ли это общение идет вот системное тестирование это когда у вас уже есть приложение окончательное и его это приложение нужно протестировать что она выполняет все те функции которые от него требуются вот и акс и абстонент тестирования это когда объектом интересов является не то что ваша программа работает но там правильных правильный результат на правильных данных выдает а насколько они вообще это этот программный продукт насколько он хорош с точки зрения там юзабилити с точки зрения желаний пользователя с точки зрения там рынка который хочет чтобы там в первой строчке меню стояла реклама чего-нибудь ну вот 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 такого сорта вот acceptance вот мы с вами всем этим заниматься не будем кроме юнита тестирования просто потому что чем дальше тем сложнее контекст внутри которого все это надо делать и тем тупее сами методики ну как тупее тем больше они похожи на проигрывание каких-то заранее заданных сценарий вот значит поиграю немножко в классификацию китайских существ и напомню что среди всего этого безобразия очень важно постоянно предусматривать так называемые регрессионные тестирования регрессионное тестирование это фактически просто такой инструмент который позволяет вам сравнивать результаты тестов на предыдущей версии вашего программного продукта и на новой версии вашего программного продукта то есть после внесения изменений необходимо запустить полную полную пачку тестов и сравнить не отвалилась ли что-нибудь это Это довольно важный момент, особенно если учитывать, что проваленные тесты – это не обязательно ошибки. Вот мы увидим сегодня ещё, я расскажу в этом же разделе BlaBla, расскажу немножко про то, как устроены фреймворки, в которых провальный тест вообще ошибкой не является. Но, несмотря на то, что провальный тест не является ошибкой, если у вас при тестировании выявилась регрессия, то есть, если некоторые тесты, которые проходили на старой версии, больше не приходят на новую. Это очень важный сигнал, потому что это значит, что какая-то логика работы, какая-то семантика изменилась, и если сейчас не превьюить код и не посмотреть, что происходит, то эти проваленные регрессии могут утонуть во времени, и дальше вам будет очень-очень тяжело это исправлять, потому что это, как правило, означает, что люди, которые писали этот исходный текст, начали думать по-другому внезапно. А вам нужно вспомнить, как вы или ваши товарищи думали раньше, почему провалился тест. Про покрытие, про Execution Pad я уже сказал, что покрытие может быть, чтобы каждая функция была затестирована, чтобы каждая строчка кода была затестирована, чтобы каждый Execution Path был затестированный. Тут, видите, я вспомнил еще более жесткое требование, что не просто каждый Execution Path, но еще и все критические наборы данных, то есть все наборы данных, относительно которых мы подозреваем, что они могут, как это правильно сказать, изменить поведение нашего программы. Вот пример, значит, сейчас мы дойдем до практики, пока что все из теории. Вот пример дисциплины разработки, при которой большинство тестов изначально сразу считаются провальными. Это test-driven development. Есть статья в Википедии, которая это поясняет. Если на пальцах, то это альтернатива такому ленивому способу программирования, когда вы пишете сначала исходный текст, а потом к нему пишете тесты. Хороший вопрос, а можно ли вообще так поступать? Можно ли писать сначала весь исходный текст, а потом уже писать к нему тесты? Потому что на самом деле я несколько раз был свидетелем ситуации, что люди, которые пытаются работать по ленивому варианту, сначала весь код, а потом напишем тесты, упираются в то, что когда начинают писать тесты, эти тесты не работают. И там не работают, и там не работают, и там не работают. И вот у вас есть десяток тестов, которые должны были работать, но не работают, и получается фронт работы из непонятного количества ошибок, которые остановятся друг на друга и так далее. То есть ленивый вариант – это плохо. Следующий уровень – это когда вы пишете новую фичу, она сопровождается тестом. Вот этот уровень как раз наиболее популярный. Написали функцию, написали к ней тест, закоммитили то и другое. Ну и наконец разработка через тестирование. Сначала пишутся все тесты вашего продукта. К каждому из них пишется или автоматически генерируется заглушка, которая обеспечивает наличие в namespace юнит тестов соответствующего имени, только она не работает. И вот вы запускаете test suite, он мгновенно запускает 100-500 тестов, каждый из которых падает. А потом вы начинаете писать исходный текст вашей программы, и потихонечку количество провальных тестов становится все меньше, а количество успешных все больше. Дальше понятно регрессия, когда вы продолжаете разрабатывать то место, которое раньше не падало, не должно падать и так далее. Довольно интересный подход, можно почитать в википедии, какие у него про и контра. Самое главное про, конечно, что у вас всегда работоспособный кусочек кода, который не нужно дополнительно изыскивать в нем какие-то дизайн-флоу, потому как бы работает и ладно. Самое главное контра состоит в том, что почти никогда в реал-лайфе у вас нету конечного проекта со спецификацией продукта, чтобы под эту спецификацию написать все тесты. Такого не бывает. Не говоря уже о том, что со временем он будет изменяться и так далее. Две важные ошибки тестирования связаны с тем, что люди не очень хорошо понимают, что мы, собственно, делаем, когда мы пишем тесты. Термин ошибка, будем считать, что этот термин относится к процессу написания программы. Ошибка, условно говоря, программиста. Ошибка программиста может привести к дефекту в программе, то есть к такому кусочку кода, который делает не то, что от него хочется. И в некоторых случаях этот дефект может проявиться в виде программного сбоя, то есть программа действительно сработает так, как нам не хотелось, или перестанет работать, или выдаст неправильные данные. Зафиксировать можно только программный сбой. Мы не можем зафиксировать ни дефект в программе, ни тем более ошибку в ДНК программиста. Зафиксировать можно только программный сбой, а исправить можно только дефект. А ДНК программиста исправить нельзя. Сбой развивается отличие от фактического поведения? Да, да, да. Замеченное отличное фактического поведения от прогнозируемого. Соответственно, бессмысленно совершенно пытаться исправлять ошибки, потому что это свойство поведения человека. Абсолютно бессмысленно бороться со сбоями, то есть братья обмазывать их эксепшенами, как это часто делают, я это наблюдал многократно в решениях домашних заданий. Но что-то упало, раз намазали эксепшен, больше не падает. Мы боремся с дефектами, мы исправляем дефекты, мы фиксируем те части исходного текста, которые приводят к сбоям, или могут привести к сбоям. Исправление кусочка исходного текста, который может привести к сбоям, но ещё ни разу на практике не привёл, называется hardening. Очень важная на самом деле дисциплина, про которую, кажется, не говорю в курсе по питону. А вот, например, в курсе про C без хардинга вообще никак. Потому что в C можно столько наворотить ошибок, которые не случатся в ближайшие, а сто пятьсот запусков, а случатся только в сто пятьсот первый запуск. Что лучше, сразу обмазать всё строго дисциплиной. Смотрите, я как раз про это говорил. Конечно, нет. Но если вы при этом ещё практикуете топ-даун, забыл это слово, development, то есть когда пишется сначала спецификация, то, например, на Java, вы пишете сразу интерфейс сначала, а потом уже вписываете классы, которые его реализуют. По этому интерфейсу можно сгенерить полный test-suit, который будет всё время падать. Дальше вы приписываете к этому интерфейсу спецификации по данным, и этот issue можно даже сделать контент значимым. Но да, это прям отдельная такая не опасная ересь, то есть отдельная такая секта, т.д. У которой есть свои апологеты. Ну вот, две главные ошибки, которые могут возникнуть при тестировании. Первое называется green test trap. Если тесты не падают, значит программа работает хорошо. Нет. Тестирование может обнаружить дефект, но не может обнаружить отсутствия дефекта. Точнее, доказать его. И red test trap. Если тест провален, это не значит, что программа не работает. Это значит, что условия, в которых производится тест, несовместимы с результатом работы теста. Типичный пример этого самого провальных работоспособных тестов это тестирование в изолированном окружении, где запрещен интернет. В общем, есть какие-то ограничения, которых в real life не будет. То есть ваше окружение для тестирования может не соответствовать некоторым тестам. Эти тесты приходится запускать отдельно в другом месте. Ну и да, провальный тест может просто означать, что соответствующий кусочек код просто не написан. Последнее, что сказать про бла-бла, это что стоимость исправления дефекта возрастает пропорционально возрасту. Это называется протухание кода или ошибка потонула. То есть вы знаете о каком-то неправильном поведении вашего программного продукта, и полгода это не ремонтируете. Через полгода выясняется, что мало того, что вы данные нагенерировали уже с этой ошибкой, у вас некоторый код, написанный вашими товарищами, он принимает во внимание эту ошибку, они считают, что так надо. Ну короче говоря, потом все это исправлять, это ужасно. Чем старше бага, тем потенциально хуже ее исправление. Давайте все-таки начнем хоть что-нибудь пальчиками делать, а то уже надоело. Самый остроумный модуль по тестированию, который я в жизни видел, я его постоянно хочу выбросить из лекции, потому что она и так здоровая, но не могу, потому что искушение выше меня, это модуль, который называется док-тест. Модуль док-тест, это хранение тестов прямо в строке документации вашей функции. Да, еще одно замечание, я настолько заморочился этой темой тестирования, что у меня есть аж три разных примера с использованием тестов. Вот этот пример я специально сделал для лекции по тестированию. Док-тест. Как выглядит док-тест? Док-тест выглядит довольно прикольно. Вот мы берем какой-нибудь файл, ну давайте. Да, засаживаем в него функцию. Пишем документации. Ну, допустим, давайте пока на этом остановимся. Давай только не сумм, а дивижн. Давайте возьмем командную строку, скажем import.prog и вызовем функцию, у нас фунт, да, вот, скажем, три четверти. Чего не фунт, а как он назывался? А, Prog.Fun. Сейчас, fromprog import.fun. О, окей, давайте попробуем тогда, значит, сто пятьсот. Ну и наконец попробуем поделить на ноль. Потом мы берем все вот это безобразие и вставляем в строку документацию. Давайте только вот так вот сделаем. О, мало того, что мы вставляем в строку документации, можно еще и описать… Сейчас, давайте только здесь вот сделаем пятьсот и сто, а здесь сделаем пять. Вот. Можем даже описать, как это работает. Типа вот так вот. Ну, то есть задокументировать на самом деле. Можно тут еще что-то на integer. Можно тут что-нибудь еще написать, ну вот, неважно. Вот. Давайте сначала посмотрим, как это выглядит, как документация. Не, ну ничего, так выглядит, как документация описывает поведение нашей функции. Теперь давайте попробуем Python 3. –m.doc.test.prog.expected. Смотрите-ка, первый тест прошел, второй тест… Давайте еще минус V скажем. Минус V. Первый тест. Трайм. Прошел. Второй тест. Не прошел. Ожидали пять… а получили пять ноль. Давайте исправим. Прошел. 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 Третий тест. не прошел а почему expecting вот это а получили что а вот это вот не получили так слишком много скопи-пастили вот это дивизион базирует а то что нам вывела запуск этой программы сейчас покажу как быть на самом деле там все большая часть от ну да стак трейс например когда выдается он же все время разные да вы это имеете ввиду он не он игнорируется о все убираем минусов и получаем что три теста все три теста прошли что у нас есть два айтема сама программа прог и функции в ней фун у прога вообще никакого теста нет можно вписать а у фона есть есть фун да 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 вот значит сейчас я посмотрю вместе подсказка вообще говоря только три строчки сама команда первая строка и сообщение с исключением то есть рейсбэк нам не нужен ну-ка пробуем нет фэйлэд что я не сделал сейчас еще раз что там нужно сама команда первая строка и сообщение с исключением вроде бы а первая строка вот так что да вот то есть та часть которая которая может оказаться различным из-за того что у нас например контекст вызывает и функции разные да она ведь не имеет значения можно даже для красоты сделать вот так вот ну да а чё там вон кто мешает вот это вот это распарсить как вот это у вас команда а это у вас да 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 конечно 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 что можно было скопипастить прямо ошибку целиком и никто не пострадал понятное дело что алексей кажется вы делали замечание что на самом деле это не очень удобная дисциплина потому что докстринг начинает превращаться в кашу в какой-то момент и перестает быть дескриптивным а вас но а фишка стоит в том что док тестовые док тестовые файлы можно убрать в внешний файл вот сейчас я попробую это сделать так так не знаю мне кажется одно другом то не мешает если вы сами напишите какой-то но но еще раз это игрушечный фреймворк я показываю исключительно ради того чтобы он очень очень тупо латенький вот тупо латенький то он тупо латенький но например вот этот проект с примером в нем файлы вынесены знаете куда в в да так не докстринг я док тесты док тесты выносим вынесены вот в такой вот написанный на рестракции тексте красивый документ такой отчет о тестировании вот вы можете здесь узнать все те же самые докс док тестовские док тестовские описание вот и соответственно мы можем написать вот такой простейший файл в котором сказать а тест файл вот там лежит после чего что-то у него сдохло что-то не так сказал значит сейчас давайте посмотрим шваргалки а его надо прямо так запускать я тупой его надо прямо так запускать а все 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 не шил а шел я забыл я забыл виртуальное окружение с пакетами туда притащить сейчас секундочку так один все таки тест зафейлился а почему а какой как интересно как интересно ну короче это что самый первый что ли вот смотрите с тех пор как мы как я написал этот пример изменилась диагностика я-то ожидал вот такую диагностику а в 3 9 питоне если вы помните очень много сделали дополнений связанных с тем чтобы более дескриптивные сообщения об ошибках были давайте поправим что это о все они все они теперь нормально тестировали вот так что при всем при всей своей игручность фреймворк под названием док тест в общем более или менее юзабельный если не подходить слишком слишком занудно к вопросу вот обратите внимание что при этом сам модуль вполне себе документированный и у него в док в докстринг уже ничего такого нету это корова который мучит азбукой морзе но это совершенно неважно правда вот короче говоря вот вот так устроен модуль док тест да значит чуть чуть еще бла-бла чуть чуть еще бла-бла который стоит в том что серьезные фреймворки конечно такими играми не занимаются у серьезных фреймворк есть такая типичная для нашей с вами области для идти история что когда-то давным-давно задача была решена актуальными на те поры инструментами и с тех пор она решается типа все инструменты делаются по образу и подобию тех когда-то давно еще кажется для языка small talk точно вот он была разработана значит хотя уже тут не очень давно 98 год правда это все равно старше большинства здесь присутствующих да ну вот так вот значит когда-то достаточно давно была разработана некоторая некоторая дисциплина тестирования которая получила название сначала с юнит ну и там с от слова small talk поэтому значит для сей это будет с юнит для джава это будет джи юнит ну и так дальше это дисциплина вот тут не некоторое описание на русском про нее эта дисциплина строится на нескольких простых терминах значит тестом называется атомарное тестирование то есть некоторая процедура которая вызывает некоторую функцию или некоторый проверяет некоторые ожидаемые свойства нашего объекта и сравнивает ожидаемые свойства с реальным дальше тест кейс это набор тестов которые проверяют что то что можно описать на прикладном языке то есть нечто понятное понятное тому кто работает с этими объектами допустим мы проверяем там не знаю операцию деления или мы проверяем операцию или мы проверяем способность к дупликации нашего класса что это значит это значит что мы делаем несколько тестов на деление например деление на 0 обычное деление деление на сверх большое число на сверх маленькое все эти тесты должны пройти тогда мы будем говорить деление работает тест кейс есть также понятие subcase который может встретиться это ситуация когда один и тот же тест применяется на некоторых различных наборах данных вот ну допустим в цикле да вот каждый шаг такого цикла это каждый оборот такого цикла это subcase наконец сьют это набор тест кейзов большой вот как правило несколько сьютов делаются ну например для тестирования в различных принципиально различных окружениях в ситуации когда тесты в одном случае должны пойти в воду одним способом в другом другим понятное дело что в одном и том же тесте два разных варианта не предусмотришь вот ключевым понятием для серьезного фреймворка является понятие фикстуры я даже не знаю как это на русский переводится поэтому говорю фикстура мне нравится такая фиксированная микстура миксированная фикстура значит фикстура это одновременно и про действия и про объекты для того чтобы запустить какой-то тест нужно придумать а на чем тестировать если изготовление входных данных это программная штука то фикстура это как раз она есть операция у фикстуры set up это мы создаем какие-то объекты наполняем базу данных элементами для тестирования в общем настраиваем окружение чтобы тест в нем прошел как надо дальше мы проводим тест а дальше вообще говоря нужно все это удалять ну например чтобы в следующий раз заново с чистого листа создать новую фикстуру и провести новый тест поэтому у фикстуры есть две стадии set up и tear down set up создает нужные объекты tear down удаляет нужные объекты на самом деле у этой методологии есть еще больше всякого внутреннего но мы даже с этим с дай бог нам справиться поэтому 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 пока остановимся на этом в питоне есть встроенный тест встроенный модуль который называется unit test который во все это и еще кое во что умеет вполне может быть рассмотрен как взрослый фреймворк хотя чаще всего пользуются не им но вот на unit test можно написать достаточно удобно можно написать произвольный набор тестов это вполне себе приемлемая штука не удержусь заставлю корову помычать морзянкой да unit test значит он прям так и называется unit test потому что речь идет как раз о модульном тестировании значит составляется примерно как бы тест устроен примерно следующим образом во-первых в такого рода фреймворках очень важно важную роль играют название классов функций методов и файлов из которых состоит ваш тест-сьют потому что сами эти названия значащие вот например если вы делаете фикстуру то фикстуру под названием setup tear down внутри класса который которым является тест-сьют это одноразовая фикстура которая создается на каждый тест и удаляется после каждого теста если вы делаете класс-метод под названием setup-class tear down-class внутри сьюта это фикстура которая создается при создании тест-сьюта живет все время жизни тест-сьют и удаляется после удаления тест-сьюта а нет setup-module tear down-module а setup-class tear down-class на один раз на класс на тест-кейс примерно так же устроены и классификация то есть деление на уровне в самом модуле тестирующая функция это тест который просто тупо говорит assert что-то там ну например assert равно или assert больше или assert exception ну что-нибудь в этом духе вот дальше там внутри него вызывается то что вызывается а дальше проверяется случилось ли этот exception равны ли эти два элемента ну и так далее вот при этом да exception это конечно контекстный менеджер но мы сейчас это увидим это тестирующая функция одиночный тест тест кейс это то что тестируют нечто что можно объяснить пользованию что мы тестируем это класс а методы в нем это тест кейсы это тест это тестирующие функции а тест-сьют это модуль содержащую несколько тест кейсов класс все единственное что нам надо делать это именовать правильным образом содержимое также есть понятие в x-unity есть понятие раннер раннер это сама проверялка вот вы ему показываете тесты эти тесты нужно как-то запустить и как-то обработать результат вот у логики запуска и обработки тоже могут быть свои девиации и поэтому раннеров на свете может быть несколько ну вот в случае не тесты почти все это задается автоматом то есть мы пишем только фикстуры и сами тесты все остальное раннеры сьюты сами они как бы заводится от сырости сами собой но можно сделать руками что еще умеет что еще умеет делать модуль юнит тест он умеет сам обнаружить где лежат тесты раньше он не умел приходилось пальцами показывать но теперь умеет он умеет не тестировать ну короче выборочное тестирование и более того в нем можно указать в каких условиях тест проводить а в каких не проводить он умеет считать что данный провал это так и должно быть то есть провал теста сбой то бишь программный сбой можно пометить как ожидаемый например в случае тест driven development потому что это чисто семантическая штука тест провален он действительно провален соответствующая функция не работает но на данном этапе разработки так и должно быть да да ну то есть вот это это даже не негативное тестирование вы понимаете разницу это именно что провальный тест который должен быть провален вот и он умеет там со всякими сигналами возил к цену мы этого делать не будем значит рекомендую по по юнит тесту хорошую методичку тут прямо написано даже больше чем мы сегодня успеем посмотреть в частности тут есть условное условное тестирование ну вот это все вот а мы сейчас заглянем в тот же в ту же в ту же му потому что на эту му я уже переписал на переписал на на юнит тест давайте сначала посмотрим в модуль му сам что он умеет даже не так а сейчас а почему у меня морза нету в зависимостях это как-то неправильно у меня есть зависимостях а почему он тогда его не у дни не 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 а я понял сейчас секунду вот смотрите какая красота вот у нас есть модуль му у него есть три публичных метода то есть методы хорошенько задокументированных это му который просто мучит мурс который мучит азбук и морзе вот и курс это который мучит с раз к с используя модель кюрсис на экране красиво и разнообразно интересно как это сделать а если мы передали ему пустую строку в качестве параметр то он будет хорошо и так пайсон минус м му что то это а hello world это он нам намечал hello world да это он намечал hello а если еще вот так сделаем выдач выдач давайте посмотрим я забыл как этим пользоваться и тестов главное нету а а тесты есть давайте посмотрим в тест чему надо передать ну хорошо давайте посмотрим в тесты я забыл как этим пользоваться прямо скажем ну вот вот так выглядит вот так выглядит это сьют тут 2t ciudad нет тут два тут один ты съед два тест кейза вот так выглядит 2 тасс кейза для нашего модуляму 33 тассики для нашего модуляму один тестирует сами функции саму функцию му вот другой тестирует, когда оно как Moors, функцию Moors, и третий тестирует функцию курс. С функцией курс особенно неприятная ситуация, потому что для её запуска нужны курсы, ну, работать с экраном. Сейчас я всё-таки попробую. Кстати, а как-то тестировать рандом? Никак. А, ну как, пишите свой собственный рандом-датчик, который перезапускается с... Не пишите, у этого самого random seed же есть. Ну ладно вам, в прошлом семестре это было. Чтобы тестировать рандом, вы просто берёте питоний рандом, у которого можно задать начальное значение последовательности, а он будет всегда одинаковым. Так, простите, я хочу всё-таки найти, почему он у меня падает-то. Звёздка CsRGV от первого до дальше. Я забыл, надо было задокументировать. Такое ощущение, что он тут не рабочий на самом деле. А давайте попробуем вот так сделать. О, it works. Там команд-лайн был неправильно устроен, и на него не было тестов. Вот. А про кавердж сейчас будет? Еще раз про... Про кавердж. Кавердж, конечно, будет. Вот. Значит, ну вот, смотрите, вот с этим самым курсис-вариантом есть проблема. Курсис требует настоящего красивого терминала, на котором всё это рисуется. Не факт, что то окружение, в котором вы будете тестировать работу, всё это безобразие, будет вообще уметь в этот самый курсис. Допустим, это автоматически запускаемые тесты где-то, где никакого терминала-то вообще нету, просто скрипт. Нет, почему? Вы взяли в этом самом гитхабе и написали этот рецепт, в котором есть тестирование. А там никакого терминала не будет при запуске. Ну, ладно, фиксим с курсами. А если это графическое приложение? Вот. И тут нам на помощь приходит такая штука, которая называется квази-объекты. Что такое квази-объект и как его протестируют? Ну, давайте еще раз посмотрим, как выглядят тесты для всего остального. Вот смотрите, значит, это модуль unit test. Вот это мы пока игнорируем, это как раз квази-объекты. Функцию mu мы сравниваем, что mu по умолчанию выдает mu. С параметром 5 должна выдать mu с пятью нулями. С параметром 3 восклицательный знак должна выдать mu с восклицательным знаком. А если передать known, должна вызвать typeError. Давайте проверим это. Python, а у нас есть даже, нет, да, unit test отсутствует. Python минус m unit test. Давайте посмотрим, что он может. А могу я выбрать отдельный t-suit? Test name patterns. Only run test with my given substring. Давайте попробуем. Test mu. Минус k, test mu. О, отлично. Почему-то, правда, их всего целых восемь. А потому что murs тоже запустился. Чёрт. Это регулярное выражение? Нет. Ну ладно, 8 так 8. Минус v. Да. Вот. Я указал просто с помощью ключа минус k, какие тесты запускать из имеющихся. И он запустил те, которые подходят под этот вот test mu, test mu, test mu, test mu, test mu, test mu тоже подходит. Да, так вот, значит, вот он их запустил, n штук, и в частности, exception тоже. Давайте попробуем. А, там где-то должен быть log от них. Секунду. Не вижу log. Я забыл сказать про док-тесты. Они, знаете, чем хороши? Вот этот rst файл можно же в документацию включить. Не глядя совершенно. Вот. Поэтому тут такое. Вот. Ну давайте посмотрим, как выглядит документация с док-тестами, включенными в документацию. Мне самому интересно. Смотрите, какая красота. Это док-тест, вынесенный в отдельный файл. Вот. Он его еще и раскрасил, потому что он понял, что это питон. Да. Ну это так, это было отступление от темы. И, значит, мы возвращаемся к нашим баранам, к нашему док-тесту, к нашему юнит-тесту. Мы посмотрели, как работают эти самые, как работают юнит-тест, мы посмотрели, как работает юнит-тест с вызовом этих самых assertion. Обратите внимание на то, что поскольку нам нужно проверить конкретную ситуацию, что что-то чего-то равно, или что-то вызывает какое-то исключение. Обратите внимание, что это контекст-менеджер такой. Для каждой из такой проверки существует отдельный метод под названием assert что-то там. Что иногда, ну, немножко замусорит внешний вид. У p-теста, например, вы просто пишите питоновскую команду assert, и все у вас работает. Вот. В юнит-тесте так не сделано, потому что, ну, как бы, посчитали, что так тоже хорошо. Вот. Значит, возвращаемся, собственно, к квази-объектам. Квази-объект – это штука, которую вы создаёте в процессе тестирования, которые имитируют настоящий объект, ну, например, из вашего окружения. То есть, когда вы что-то тестируете, вам приходится тестировать не только ваш код, но и какой-то внешний код, который работает с сетью, с экраном, ну, вот что-то такое. В случае мычащей артсбука и моза коровы нам нужно протестировать кусочек библиотеки Курсис. Это внешнее окружение может не существовать. То есть, мы можем даже не в состоянии быть создать полноценную фикстуру, потому что у нас нет терминала, на котором этот Курсис будет работать. Что мы тогда делаем? Мы вместо настоящего объекта создаём мокер. Этот мокер притворяется, что у него есть все поля, вообще все, какие бы то ни было, любые поля. Ты просишь поля такое, то он отдаёт. Что у него есть все методы, что эти методы можно вызывать с любыми параметрами. Ну и так дальше и тому подобное. Каждый раз, когда вы попытаетесь вызвать мокер с методом мокера, этот метод в нём заведётся, в специальном журнале будет отложено, такая-то, такая-то функция вызвала наш мокер, такой-то метод передал такие-то параметры. И вот это можно проверить. Можно проверить не тот факт, что у нас библиотека Курсис там отработала, а тот факт, что мы вызывали нужные методы этой библиотеки с правильными значениями. Мокеры можно довольно тонко настраивать. Можно, например, задавать, в каких случаях они какие возвращаемые значения будут возвращать, а больше ничего не делать. Или прибивать поле по умолчанию, ну и так дальше. Еще один способ такого квази-тестирования, это monkey patch. Monkey patch это модификация конкретных объектов, с которыми вы работаете, на время тестирования. А после тестирования этот патч тердаунится, и ваш объект опять становится чистеньким и красивеньким. Например, вы берёте и отхакиваете от вашего объекта поддержку графики вообще. Говорите, вместо импорт чего-то там, TK Inter, говорите, не импорт TK Inter. И отлично, у вас тесты начинают работать безо всякого TK Inter. Есть еще такая штука, как Sentinel. Sentinel это специальный объект-индикатор, который заводится внутри объектов, подлежащих тестированию, а когда тестирование прошло, проверяется, остался ли он там, и такой же ли он как был. Давайте посмотрим, как у меня используется мокер. Смотрите, давайте посмотрим, как... Сейчас чуть-чуть поменьше сделаю, чтобы не пряталось. Как устроена функция курс, которая, значит, рисует что-то на экране. Она вызывает, в свою очередь, курсис в раппер, вот. А курсис в раппер, ой, курсис мейн в качестве, вот. А курсис в раппер это такая штука запустить всё, что вы хотите, но в употреблении курсис. Обратите внимание, она рисует бокс, это рамочку вот эту вот вокруг экрана. Она проверяет ширину и высоту экрана. Дальше она берет наш результат и выводит его с помощью Adster на экран, после чего вызывает Getch для того, чтобы подождать, пока вы кнопочку нажмете на Enter. Итак, вызывается метод бокс, вызывается метод GetmaxYx, который что-то возвращает, вызывается метод Adster, которому надо передавать строку, и вызывает метод Getch. Давайте посмотрим, что здесь мы делаем. Мы здесь первым делом сдаём мокер в качестве этого объекта. Вот вместо этого самого std.scr. Дальше этому мокеру мы приделываем мокер же под названием GetmaxYx, который будет отличаться от обычного мокера тем, что он умеет возвращать значение 25 на 80. То есть вот эта функция будет всегда возвращать 25 на 80. Дальше мы приделаем к нему ещё, мы приделаем к нашей библиотеке mu, мы перебиваем, monkey-панчем её, чтобы вместо курсисов, которые мы здесь поимпортировали, был тоже мокер. Вот здесь мы поимпортировали курсис, а здесь мы его перебили на MagicMock. Ну и курсис-врапер, который ничего не делает, вызывает нашу функцию. То есть здесь мы создали парочку мокеров, это был, как видите, фикстура для тестов. В фикстуре мы создали парочку мокеров, чтобы отчитываться о размере экрана, и заманки-панчили наш исходный модуль, чтобы в нём не было модуля курсис, который не сработает, а вместо модуля курсис тоже мокер. Всё, теперь можно тестировать. Берём и говорим, выведи мне, пожалуйста, вот это туда. И всего лишь мы проверяем после этого, мы проверяем, что метод у мокера STD-SCR был вызван метод ADSTR, который был вызван с параметрами 12, 13 и вот это наше расшифрованное mu. Вот примерно так работают вот эти две технологии, monkey-патчинг и подсовывание мокеров. В результате вот они, 9 тестов, в том числе наш, который курс, где он, вот он. Такое дело, значит, я не зря предупреждал вас, что по этому делу нужно спецкурс читать размером в семе, потому что, как вы понимаете, возможности всё это безобразие совершенно безграничны. Значит, мы посмотрели на monkey-патч, мы посмотрели на мокера. Последняя тема нашего сегодняшнего разговора, последняя тема нашего сегодняшнего разговора, это, собственно, тестовое покрытие. У вас внутри питона уже модуль, который бы занимался тестовым покрытием, то есть подсчитывал тестовое покрытие, нету, но есть традиционный для всех модуль coverage, он такой прям вот, прям вот, прям вот, прям вот, прям вот, вот он умеет вообще всё. Вот, ну не видите, сколько плашек. Они даже умеют продавать какие-то услуги. Да, ну вот этот самый метод coverage мы сейчас и поставим. А он, может быть, стоит уже. Стоит, стоит coverage. Ну вот, значит, мы ставим метод coverage. Давайте посмотрим, прямо не глядя в этот самый дуэтс. О, значит, чё нам нужно? Как работает coverage? Coverage работает очень просто. Вы запускаете ваше тестирование, но под управлением этого модуля coverage, после чего он просто проверяет по всем файлам, какие строки были прочитаны. Давайте так и сделаем. Значит, слово discover означает, что юнит-тест будет искать, мы не указываем юнит-тесту, какие файлы являются тестами, он просто их по имени, тест подчёркивания что-то будет узнавать. Вот так примерно. Вот мы запустили coverage, он прошёл все эти тесты, но при этом он ещё должен сгенерировать отчёт. Я его не вижу. А, вот он. Кажется. Сейчас давайте посмотрим. Это настройка coverage, в ней написано. Да. А вот это coverage. Ой, ну это целая база данных. Скулайтовая. Оно, кстати, довольно большое. Видите, 52 килобайта какого-то трэша. Как вы понимаете, попытка изготовить статистику по использованию каждой строчки каждого файла в вашем проекте, это действительно база данных не менее чем. Поэтому, поэтому для coverage нужно ещё какой-то инструмент просмотра этого самого покрытия. Ну, можно сказать coverage report, мне кажется. Я где-то схитрил, там не может быть стопроцентное покрытие. Что такое покрытие вообще? В данном случае, если мне не изменяет память, какая часть исходных строк кода, это покрытие в терминах исходных строк, какая часть исходных строк кода использовалась в тестах. Утверждение, что использовались 100%, то есть вообще все исходные строки текста программы были проверены в тестах, означает, что либо я действительно написал такие удивительные тесты, либо я как-то настроил каверидж, вот я, конечно, хочу это узнать. То, что нам нужно несколько раз на разных значениях протестировать. Да, это здесь не учитывается. Эта дисциплина слишком строгая, так делают реже. Чаще всего учёт кавериджа – это именно по исходным, по исходным, по строкам исходным кодам. Так, что такое я сделал, почему она мне подсказывает кавер 100%? По идее, он вот это не должен был выполнить. Ща, может, это я что-то сделал. Нет, 100%. Не знаю, что я такое сделал. Вот в прошлый раз он написал 175. Возможно, он стал более умный и понимает, что этот кусочек мы не… Слушайте, не знаю. Не знаю. Короче, но тем не менее, значит, давайте попробуем ему сказать… Ну, давайте откроем его. О! А, вот видите, он серенько мы его отметил. Вот оно. Я же говорил, что я схитрил, правда? Говорил, говорил. Я пометил это место, что отсюда каверидж, блок каверидж не должен подсчитывать. Вот он его и посчитал, что там 100% покрытие. Обратите внимание на аккуратное, красивенькое оформление HTML-репорта. В нём прямо можно всё почитать. Ну, в общем, такая вот красотень. Вау! Ну, короче, вот… Да. Так, что ещё он умеет? Annotate source files. А что это такое? Я никогда не пробовал. А, нет. Говорят, ребята, не трогайте annotate, он плохо работает. Ну, ладно, не трогайте, не будем трогать, хорошо. Так, у нас осталось пять минут на то, чтобы рассказать про всякие другие фреймворки тестирования, потому что этот самый простой, хотя для нас с вами он вполне достаточно. Значит, наиболее популярный фреймворк тестирования – это P-Test. Он прям такой, прям вот развесистый-развесистый. Главное достоинство P-Test – это большое-большое количество готовых уже фикстур, которые не надо писать самому. Файлы… Нет, нет, это тест для питаниячих программ, потому что там много чего внутри делается. Вообще, юнит-тест почти никогда не бывает языконезависимым. Именно поэтому он называется X-unit. Потому что ваш юнит – это какая-то, ну, например, класс на C++. Для того, чтобы тестировать класс на C++, на каком языке вы будете писать тест? Понимаете, да? Следующие уровни тестирования уже могут быть на каких-то логических движках. Мы такой, кстати, с вами в прошлом семестре на разработке под Linux смотрели. Очень античный, но вполне себе работающий. Ну так вот, P-Test. Главное его отличие – это довольно большой набор уже готовых фикстур, которые не нужно самому делать. Еще одно отличие, я уже говорил, вместо методов, которые проверяют assertion, вы делаете просто обычный assert, не глядя, такой, как в Python. А дальше там P-Test сам за вас сделает нужные выводы. К P-Test много-много-много дополнений, связанных с конкретными библиотеками, конкретными фирмворками, которые притаскивают стандартные тесты с собой. В общем, это уже вполне промышленная хрень, которой пользуются многие. Вокруг P-Test можно обмотать еще один уровень косвенности. Это будет модуль под названием TOX. Это инструмент автоматизации, то есть это то, о чем мы будем говорить в следующий раз. Правда, о нем мы говорить не будем. То есть инструмент автоматического запуска каких-то там процессов. Но он, к сожалению, таким образом так заточен, что в основном это автоматизация именно тестирования. Влезать мы в него не будем. Просто имейте в виду, что если вы берете какой-то сторонний Python проект, на нем тесты могут быть написаны не просто на P-Test, а на P-Test с обмазкой на TOX. Я его упомянул. Тут был пример еще один классического использования P-Test, но мы с вами его видели на примере с нашими коровами, так что это явно то, что нужно куда-то выносить. Для того чтобы показать, насколько тематика обширная, сошлюсь не на это, а на то, что у меня про мокеры есть еще целая отдельная статья. Сейчас найду ее. Еще одна статья про мокеры. Это было в тот год, когда я очень неудачную лекцию в 2021 году прошел про тестирование, с мокерами запарился, потом запарился еще сильнее, сел дома на попу и написал вот эту статью. Тут такая же примерно картина, как у нас с вами с коровой, а именно мы используем TK-Inter, а в тестах хотим, чтобы ни у кого никакого TK-Inter не было. Ну и вот тут прям вот, тоже на юнит-тесте. И вот тут вот мокер. Мы делаем графическую приложеньку, значит там, ну неважно, вместо графической приложеньки делаем мокер, у этого мокера обеспечиваем два дополнительных объекта, которые работают не так, как все остальные. Обратите еще раз внимание на то, что все остальные объекты, например, up.e создаются автоматами, и это просто мокер. У нас есть up, это MagicMock. Значит, up.e – это тоже MagicMock. И up.e.get – это тоже MagicMock. Единственное, что мы хотим от него, чтобы он возвращал то, что нужно возвращать. Вот этой строчке, я подозреваю, не нужно вообще. Потому что up.s.set – это тоже MagicMock. А дальше мы проверяем, что эти get и set были вызваны. Такая вот картина. Все, значит, если есть какие-то вопросы, спрашивайте. В следующий раз у нас, я так понимаю, автоматизация сборки. То есть, orchestration automation, да. И это будет, соответственно, какого числа? Ну, какого числа бы то ни было, это будет вполне себе важная лекция. То есть, это такая вот вещь, которая нужна будет для семестрового проекта точно. Вот, вопросы. Вопросов нету. Алексей тяжело вздыхает вместо вопросов. Тогда, значит, домашнее задание по этой лекции, естественно, предусмотреть тесты. Условия на каверич. Давайте посмотрим. Мне кажется, что в этом году будет условие с фашистской, там будет написано, что 100% должен быть каверич, потому что прагма но кавер я уже засветил. Все остальные места должны быть размечены прагма но кавер, но я не уверен в этом, давайте посмотрим. То есть, в принципе, можно просто вначале настроить каверич, а вначале не настроить? Нет, конечно, но мыслите вы в правильную сторону, да. Да-да-да, так же, как под f3, который можно настроить так, чтобы он вообще ничего не делал. Но нет, конечно, я же буду смотреть на это. Смотрите, вот в той формулировке, которая сейчас, как это, написано, что не менее пяти тестов штук должно быть, то есть никакого каверджа нету. Я, наверное, добавлю сюда каверидж, но обещаю не слишком злодействовать. Тест, это даже не тест-кейс, это прям тест-тест, ну, короче, тест. А, или тест-кейс, да. Вы же можете сделать пять тест-кейсов по одной атомарной функции. Значит, если на каждую функцию, то, т.е. опять тест-кейсов. Чего? Без всего. Короче, не парьтесь. Не парьтесь. Главное, чтобы их было существенно больше одного и на разные вещи. Вот и всё. Да, что вы это умеете делать, именно. Может быть, я сюда вставлю требования мокера, а может, не вставлю. Ну, потому что мокер – это полезная штука, без мокера тестирование – не тестирование. Всё. Всё. Всем спасибо.